Добрый день, меня зовут Пугачёва Татьяна Владимировна, я врач-акушер-гинеколог Центра иммунологии и репродукции. Сегодня я хотела бы поговорить с вами о такой теме, как нарушение менструального цикла, а именно о задержке менструации. Нарушения менструального цикла могут произойти в жизни любой женщины, и не всегда такая ситуация будет предвестником патологии. Очень часто эта ситуация является сигналом о наступившей беременности. Давайте разберемся для начала, что же такое нормальный менструальный цикл. Нормальный менструальный цикл это ежемесячный циклический период в жизни каждой здоровой женщины, кроме периода беременности и периода кормления грудью, начинающийся с первого дня одной менструации и продолжающийся до первого дня следующей менструации. В норме этот период колеблется от 21 до 35 дней, в среднем около 28 дней. Менструация же это период менструального цикла, сопровождающийся отслоением слизистого слоя матки эндометрия и проявляющийся кровотечением. Сама менструация длится в норме от 2 до 7 дней, в среднем около 5 дней, с нормальной условной кровопотерей от 40 до 60 мл. Менструальный цикл здоровой женщины двухфазный и совершенно четко регулируется гормональными механизмами. Под влиянием некоторых неблагоприятных факторов в головном мозге развивается дисбаланс процессов возбуждения, торможения и взаимного влияния нервных клеток. В результате может возникнуть временное нарушение работы гипофиза и гипоталамуса, главных регулирующих центров в нашем организме. Под влиянием веществ, выделяемых гипоталамусом, гипофиз циклически секретирует фолликулостимулирующие и лютинизирующие гормоны. И уже под действием этих гормонов в яичниках синтезируются прогестерон и эстрогены. Поэтому при изменении работы нервной системы может поменяться и длительность менструального цикла. Как я уже сказала, диапазон достаточно широк, и поэтому не обязательно, чтобы он был одинаковым и точным до часов. В норме задержка менструации, согласно медицинским изданиям, варьируется от 1 дня до 7. Причем главным доказательством того, что все идет как надо, это является самочувствие женщины. Если женщину с первого дня задержки беспокоит головокружение, тошнота, боли внизу живота, то тогда не надо ждать окончания безопасного периода и следует обратиться к доктору сразу. Давайте разберем причины, которые могут вызывать нарушение цикла задержки менструации. И первое, о чем мы думаем, это, конечно же, беременность. На самом деле беременность является наиболее распространенной причиной отсутствия менструации. И первое, что нужно сделать, это приобрести тест на беременность в аптеке и сделать его в домашних условиях самостоятельно. В период полового созревания у многих девушек цикл нерегулярный, и это абсолютно нормально. В течение нескольких лет цикл, как правило, восстанавливается. Следующая причина, это может быть период лактации. Тут все очень индивидуально, все зависит от того, как организм женщины реагирует на колебания такого гормона, как пролактин, который участвует в выработке молока. У некоторых женщин менструации приходят сразу, устанавливаются буквально через полтора-два месяца после родов. А у некоторых они не приходят даже через несколько месяцев после отмены кормления. Элементарное изменение климата и часового пояса при поездке на отдых и командировке также сказывается на гормональном фоне женщины. При и перименопаузе, этот период может сопровождаться колебаниями гормонального фона, происходит физиологическое угасание репродуктивной функции. Различные потрясения и стрессы могут приводить к нарушениям работы гормональной системы. И когда организм находится в сильном стрессе, он просто блокирует выработку нужных гормонов. Изнурительное занятие спортом, дефицит потребляемых килокалорий, может провоцировать задержку менструации. Выраженные колебания веса, как в сторону ожирения, так и в сторону дефицита, также провоцируют нарушение цикла. Воспалительные заболевания женских половых органов провоцируют задержку. Кстати, очень многие женщины у меня на приеме спрашивают такой вопрос. Может ли антибиотик вызвать задержку? Скажу сразу. Антибиотик никаким образом не влияет на менструальный цикл и не может вызвать задержку. Однако, то заболевание, с которым женщина обратилась на прием, и по поводу которого было назначено антибактериальное лечение, может приводить к задержке менструации. Инфекция действует отравляющей на организм, и это является стрессовым фактором. Такое может быть, например, при цистите, опухоли, различные теологии, синдром поликистозных яичников, резистентность яичников, эндометриоз. Все это может приводить к нарушению. Нельзя не отметить, что есть некоторые препараты, которые могут также вызывать задержку. Это такие препараты, как гистогены пролонгированного действия. Они, как правило, назначаются в некоторых случаях при лечении эндометриоза. Это химиотерапевтические препараты. Это преднизолон и любые другие глюкокортикостероиды. Это могут быть низкодозированные гормональные контрацептивы. Что же делать, если вы все-таки столкнулись с такой проблемой? Однозначно нужно идти на прием к гинекологу, потому что самостоятельное лечение может быть чревато неприятными последствиями. У нас в клинике используется современный подход к обследованию при нарушении менструального цикла. Это обязательно комплексное обследование, серийное определение гормонов, широкое использование функциональных проб, а неоднократное их проведение, сочетание гормонального и биохимического анализа крови и молекулярно-генетические исследования. Лечение таких нарушений, конечно же, напрямую зависит от причин, вызвавших их. В некоторых случаях лечение будет устранение неблагоприятного фактора. Нормализация режима сна, нормализация режима питания и прием поливитаминов. Все это будет благотворно сказываться на гормональном фоне. В большинстве случаев нарушения менструального цикла лечатся амбулаторно и хорошо поддаются медикаментозному лечению. Лечение обязательно контролируется лабораторными исследованиями. На этом у меня все. Если у вас возникли вопросы, задавайте, пожалуйста, их под этим видео. Я постараюсь на все ответить. Буду рада видеть вас у нас в клинике. Буду рада оказать вам квалифицированную помощь. Всего доброго!